Этот ограждающий забор появился на территории буквально через несколько дней после предания широкой огласки истории с мазутной лужей. И хотя сейчас для пешеходов нет опасности, сам химический запах, впрочем, как и лужа, никуда не делись. Бедненько, привет. История с селезнем из токсичной лужи этой весной взбудоражила всю общественность. Но страсти улеглись, а жители так и остались с лужей. И всеми вытекающими из нее последствиями. Запах страшный. Вот сегодня у нас тепло на улице, пахнет очень сильно. Но вот я, по крайней мере, как косматик, я это чувствую. Мне приходится просто перед улицей ингалятором пользоваться. После улицы я прихожу, вся задыхаюсь. Ну это кошмар, конечно. Но не только это пугает местных жителей. В сезон пожаров здесь каждый день горит. Сначала сухостой, теперь мусор и тополинный пух. Новоселы боятся, что огонь дойдет и до мазутной лужи. Второй разлив поменьше, так и остался открытым. На пороховой бочке, да, каждый день. И мы каждый день смотрим в окно, не горит ли случайно. Мы все на таком взводе от вот этой вот лужи, потому что действительно очень опасно. Такое соседство и правда небезопасно. Это подтверждают взятые из очага пробы почвы. По результатам проведенных исследований установлено содержание нефтепродуктов, превышающих 17-26 раз в сравнении с фоновой точкой. А также был шлен отбор проб на отходы, то есть установлен класс опасности отходов в третий. По результатам данного административного расследования, лицо виновное в данном разливе не установлено. Пока не ясно и кто будет устранять последствия такого разлива, делом сейчас занимается областная прокуратура. Сотрудники которой обещают дать ответы на все вопросы уже к концу этой недели. Елена Старожук и Евгений Доценко. Тюменская служба новостей.